Белорусское литовское летописание Белорусское литовское 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 летописание Белорусское литовское 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 лит Князя Рахвалода застраченного Полоцкого летопису. И библиотеки Софийского собора у Полоцких сутаренних. Иснуя версия поводля, якой Полоцкий летопис, як свечення незалежностей земли у наших протков, был просто альбо далеко схованный за часами Катерины Другой, после первого по делу Речи Посполитой, альбо, может быть, был просто знищенный. А кто ведает, я еще не губляю, надеясь, что Полоцкий летопис, каленебудь, наши историки возьмут уроки. Историчные записи на золку гисторий Великого князства велись во многих значных городах и столицах удельных князств. Новоградку, Пинску, Смоленску. На жаль, заховалася летописов не так шмат. Летописы – это творы, які складалися со штогадовых записов гисторичных падей. Летописы писалися по-белорусскому. В этом, наприклад, дискуссия наша с литовистскими коллегами, чое держава была велика князства литовская. Коли мы говорим, говорили и говорим, что белорусская мова была официна, не кажуть, не белорусская мова была официна, это была штучная канцелярская мова. Иншая пытання – лексика этой мовы, это ж не балцкая, это белорусская, сходнославянская. Из усі меньшая летописы, які написаны на размовной, на живой мове. Тут уже ніяк никто не скажа, что это летопис литовистский, потому что нема ни одного летопису Великого князства литовского, написанного по литовистскому. С тяхом часу, дякуючи внутренному объединению державы, летописанне набывая новые рисы. У 1446 годзе створается агульно-державный летописный взвод. Летописец великих князев литовских. Створенный он был у Смоленску. Летописный взвод – это складанная и часом вельми великая компиляция розных летописных крыниц. Зводы, звучайно, складались по некой особной теме и подпородковывались пэлной концепции. У летописца, у коротким выгляде, описывается гистория наше господарство от Гедемина Давидовта. У центры уваги – боротьба Кейстута и Ягайлы. И як только у Вильню приехали князи великаго Кейстута, дядьку свайго Ягайла, паланил и закававши, послав у Крева. И там посадили яго у Вежу. И там у Креве у пятую ночь князи великаго Кейстута задушили каморники Ягайловы. Такий конец ставща князю великому Кейстуту. Так у летописцы распавядаецца про смерть великаго князя Кейстута. Особная частка летописца – это пахвала великому князю Кейстуту. Каб было махчыма спастигнуть вышиню неба и глубиню мора, то можно было бы выказать силу и храбрость гэтага славнага господара. «Няма земли на усходе и на заходе, откуль не приходили б поклониться ему». Так опавядаецца правелеч нашага господара и магутнаць великаго князства у часы золотога веку нашей средневечной державы. Летописец великих князёв литовских стал основой наступнага зводу, створанага у Новоградку на пачатку 16-го годзе. Это хроника великаго князства Литовского и Жамойцкого, яка адлюстровывала новая идея эпохи адраджэння. У основу гэтага твору покладена легенда про походженне литовских князёв адрымской знаци. Небыто пятьсот семья урымской шляхты, ратуючыся ад жорсткостяў императора Нерона, прыплыли на землі Жамойці морам. Згодны з легендай, нащадкі гэтых рымлянов заснавалі Новоградак і з'являліся прадками литовскіх феодалав. Канешне, гэта толькі легенда. Яна адлюстровала тагачасну модну тендэнцю выводзіць уласну дзержавнаць адстражытнага рыму. Ешчы адным летапісным взводам з'являецца ведомая хроніка Быхавца, створаная ў першай палове шаснадцатая стагодзе. Назву яна адрымала ад прозвішча Сляхчыча Александра Быхавца, які валодаў рукапісам. Яна ўявляя сабой часткі і летапісца великих князёв литовскіх, і хроніки, а так сама утрымлівая раней невядомая урывкі. Створанная на живой, амальразмовной старобеларускай мове хроніка Быхавца, разповідая пра гісторію наше гаспадарства ад трінадцатая да шаснадцатая стагодзе. Помнік наше алетапісання пачатку шаснадцатая стагодзе, які увайшов і гісторію падназваю хроніка Быхавца, мне асабіста найперш цікавый тым, што ён написаный на старобеларускай мове. Жывой старобеларускай мове, причім латінкой, што якбы свечець пра традицію і латінкі, давнію традицію латінкі ў нашым пісьменстві. Вось як у хроніцы Быхавца распавідаецца проход бітвы пад Крецкам 1506 года. Княжжа Михайла Глінські адразу загадав усім палкам, абьёдь в мягацями раку пераходзіць, і войска лідовская, ў трубы затрубівши, і ў жалейкі заігравши, пайшло за раку. І войска правага крыла, паспяшавшыся, перша празгаць перайшло раку. Татары, бачычы гэта, ударылі на Літву, і шматых на правым крыле пабілі, і амалюсіх іх знішчылі. А потым князь Михайла з войском левага крыла, паспяшався, і прайшовшы гаці, ударыв ў поперак на все палкі татарскія, і раздзялів їх надвоя. А потым тія нашы людзі правага крыла, паправівшыся, на іх ударылі із абодвых бакоў так змішалі палкі татарскія, што тія не толькі біцца, але і вачэй, і рук сваїх на Літовскія войска падняць не маглі. Беларуско-Літовскія лєтапісы, гэта крыніца, адкуль мы багата даведаліся праг історію Велікага Князства Літовскія. Але і на сьонешній дзень яны пакінули шмат пытанняв і загадок середнєвечча, адказны які нам ешчы трэба знайсці. ТІПЕР ЦІПЕР ЦІПЕР ЭТЫ ЛЯТАПІСАННЯ БЕЛАРУССКЄ Літовскі літапісы называяцца беларускай... Не беларускай литувіцкі, трэба казаць, а мы так і кажым, беларускай літовскі. Літва – гістарычный регіон Беларусі і Русь – гістарычный регіон Беларусі. Трэмляцца беларускай літовскай літапісання влутраная справа нашай країны. І гэта бязконця керніца для сучасных і будучих історикам.